Ну что, полетели? Кто еще не понял, я лечу в Уфу на длительное свидание к Родиону. Наконец-таки, вы не представляете, как я счастлива. Поэтому вот собрала чемодан, за спиной рюкзак. До встречи приключениям! Так, я доехала до аэропорта, время без двух минут пять. И, конечно же, я сегодня ночью не спала и спать не буду. У меня самолет в восемь утра. Я, блядь, такое странное время убрала. Но другого особо и не было, и билеты очень дорогие. Просто капец, перед Новым годом, представляете, да, такие цены. Вот, еще и багаж у меня. И обратно я, видимо, тоже с багажом поеду, потому что вещей так-то немало. И я не уверена, что они поместятся в мою сумку, которая также лежит там. Сейчас вот покурю свою курилочку и пойду на регистрацию, а потом куда-нибудь кушать. Так, я зашла в шоколадницу, уже прошла регистрацию. Вот моя миндальный раф, моя любимая паста, омлетик с авокадо и пармезаном и медовик. Ну и водичка. Решила перекусить. Принесли кофе. Потом батончик с апельсином, на который у меня аллергия. Поэтому удовольствуем сли кофе. Ждем чемоданы. Пока их нет. Ура, я вышла. Вот мой чемоданчик. Я так рада, потому что я сейчас смогу покурить. А то я столько часов не курила. Сейчас мне еще полчаса до Уфы. Там подождать газельку. Еще два часа до Раевки. О, то есть это еще мой путь не закончился. Это вот примерно середина. Я очень устала, потому что минут сорок я спала вот так вот просыпаюсь и дергаюсь от своих же снов. То есть, по сути, за всю эту ночь сорок минут вот такие туда-сюда. Я поспала. Считайте, не поспала, блядь. Что-то в глаз попало. Короче, считайте, толком не поспала. И рядом со мной еще сидел бухарик, от которого вот так перл вот перегаром. Я просто не знала, куда деться. Это настолько блевотно, ужасно. Я до сих пор под впечатлением. Это прям вот... А вы сидите еще, я в середине, мне никуда не деться. И там человек, и там человек. В окошко нормально не посмотреть. Здесь воняет алкоголем прям ужасно. И он постоянно то в одну сторону ложился, то в другую. И я такая стиснутая между двумя мужчинами. Просто трэш. И я рада, что я наконец-таки на улице свободно могу придвигаться. Мне еще было жарко. Я в термоколготках, блин, оделась, потому что здесь холодно. Я как бы подготовилась. И в самолете обычно холодно. А сейчас я просто сидела, я вся промокла от того, как жарко. Фух, наконец-то я на улице. Здесь хорошо. Здесь лучше, чем в самолете. Все, я добралась до Уфы, до центра. Это центральный рынок. Здесь станция, от которой я на газельке буду отъезжать. До Раевки. И мне еще час до этой газельки. Поэтому я пойду в Бургер Кинг. Если там особо ничего не буду, я просто нигде не вижу никакого ТЦ, более-менее. А с чемоданом, ну, как-то неудобно таскаться. Особенно по снегу. Я боюсь колесики сломать. И вообще тяжело, вообще-то. Такой розовый нос. У меня из косметики ничего, кроме бровей. Поэтому, как бы, я их накрасила, чтобы, ну, вот, хоть как-то, да, было сносно. Хотя мне уже как-то не нравится. Вот я поспала, и они подсмылись. Короче, ладно. Сейчас меня открутят монетизацию из-за этого. Ну, зато такой не емут. Кстати, погода минус 13. Здесь реально попрохладнее. Ощущается так это холодно. Но ничего, у меня есть перчатки, которые я, кстати, почему-то еще ни разу не надела. Ну, в этом вся я, как бы. Курилочку курю. Вот, мерзно стою. Зато накурено. Как я сейчас замерзла, ребят. Я вообще не чувствую ничего. Вот тут очень холодно. И сегодня еще, кстати, самый холодный день. Я прилетела в НИО, ну, на этой неделе. А с завтрашнего дня потепление. Будет примерно как в Москве. Так что я привезла тепло, если можно так сказать. Я вот в туалете для инвалидов. Потому что это, как бы, ну, мой туалет. Я в туалете для инвалидов, потому что мне нужны VIP-условия. И сейчас хотелось бы покушать, но здесь особо покушать. Нет, я не люблю Бургер Кинг просто. Кстати, напишите, что вы больше любите в Бургер Кинге и в Сили Мак. Точнее, вид вкусный и точка. Вот я очень люблю очко-завтрак во вкусный и точка. А вы? Короче, доехала до Раевки. Это еще два часа. Я уже не жив, не мертв. Просто я очень хочу спать. У меня что-то горлышко подзаболело. Вот. Холодно, капец. Меня сейчас накормят, конечно. И спать я не лягу, потому что буду помогать готовить. Вот. Но я спрошу, нужна ли моя помощь. Потому что в целом-то я могу помочь и хочу. Но сил вообще нет. Хотя бы, слава богу, что я приехала за два дня, а не за день. То есть, если бы завтра у нас была свиданка, то я бы вторую ночь не спала, а там и третью, четвертую и пятую. Так что хорошо, что у меня хотя бы вот эта ночь будет. А потом снова мне спать. Вот так. Ну ладно. Потому что нам будет, надо будет в ночь выезжать в тюрьму, к девяти утра туда приехать, сдавать передачку, потом мне заводить. Часам к шести только вечера его впустят ко мне в комнату. То есть, представьте мне, сколько там возится. А выезжаем мы часа в два, в три ночи. Просто. Ну, это очень сложно. Но мне так хочется уже это длительное свидание. Интересно, как это все обстоит. Наконец-то, может быть, поговорить за глазу на глаз. Я прям вся хоть уставшая, но довольная, что наконец-таки я проделала этот путь. Осталось мне сейчас только на такси доехать до мамы Родиона. И все. Наконец-таки я буду там, где я должна быть. И этот путь на сегодня мною пройдет. Смотрите, Ириска. Помните собачку Родиона и его мамы? Она родила двух щенят. Им месяц, получается, с небольшим. Какие сладенькие. Да, Ирисочка. Просто посмотрите, они, кстати, окрасы, как их папа. Он такой же рыженький. Очень мило. Кто такой сладкий? Кто такой сладкий? А кто второй такой сладкий? Привет. Ой, господи. Смотрите, какой синочек. Ой, господи. Кто такой? Сладкий. Ой, я даже не знаю, что это за пёс чей. Смотрите, какой милый синочек. Ой, ой, ой. В общем, наступил следующий день. Я вчера отдыхала, отсыпалась. И сейчас мы с Альбиной Рифловной закупаемся на передачку Родиону. 40 килограмм. Потом максимум 20 килограмм я могу взять с собой. Представляете, косметику скорее всего нельзя. Потому что Альбина Рифловна, это мама Родиона, она рассказывала, что в прошлый раз, когда женщина проходила, ее заставили сдать косметику. Как это на свидании без косметики? Нельзя. Фен нельзя для волос. Вы примите, нельзя. Я что? Косметику нельзя. Я в шоке. Я хотела еще свой Satisfyer взять. И если у меня его отберут, ну ладно. Вот я вам как раз-таки после свидания уже и расскажу, как оно. Завтра уже, представляете, сегодня в ночь выезжаем в 3.30 ночи. Сейчас закупаемся уже тысяч шесть подарочек. Там колбасы. Короче, домой придем, я вам все покажу. Вот. Сборы такие. Сегодня ночью, естественно, спать я уже не буду. И завтра до вечера ждать Родиона, когда приеду туда, когда все оформимся и так далее. В общем, такой уже шебутной денек начинается. Точнее, уже идет целый день. И я думаю, сегодня много вам всего поснимаю интересного. Продолжаем ходить по магазинам. Вот взяла Чаурил, потому что это любимые конфетки Родиона. С ним тоже еще взяли. И, короче, все, что нам осталось, вот сейчас докупаем. Это магнит уже. Мы уже магазина 3 обошли. Сейчас здесь. Смотрите, что у этого дома. Красота какая. Просто волшебно. Так, вот это сейчас мне предстоит разобирать. То есть вытаскивать, кофе пересыпать в отдельный пакет. Каждый чайный пакетик вытаскивать. Вот. Тоже отсюда, короче. Все то, что можно вытащить, нужно будет сейчас вытаскивать, пересыпать все в каждый отдельный пакетик. Вот. Кто-то пойдет на передачку. Это вот тоже, надеюсь, что можно будет с собой, чтобы мы мылись с Родионом. Именно на КДС уже. И сейчас вам будут все показывать. В общем, мы все-таки с семьей и знакомыми Акинарифовым немножечко выпили. Вот идет ребеночек, который, знаете, куда мне... Ну, помаши ручкой. Как тебя зовут? Маленька. Вот. Это маленькая, которая ведет меня... А сколько тебе лет? Десять. Десять лет. Скоро будет, правильно? Все девять. Она ведет меня, знаете, куда? В КБ. Потому что я не знаю, где здесь красное и белое. И вот ребеночек мне покажет. Она, если что, не пьет ничего, не это. Просто как бы она местная. Вот. И ее мама меня с ней отправила под ответственность, чтобы я проследила за ребенком. А ребенок, чтобы мне показал, куда пройти, купить новую. Ну что, давай еще раз. Какая же снялась. Вот видите? А я здесь ничего не знаю. Я новенькая, так скажем. Хотя сколько я уже здесь? Четвертый раз, если не пятый. Я же еще была, когда мы только-только начинали с родином встречаться. Я не понимаю, где здесь что. Для меня сложно. И вот меня провожают до КБ. Я куплю еще бутылку вина. Мы так, ну, культурненько достаточно выпиваем. Вот сами видите, я, в принципе, адекватная. Вот. Резко к вам такая вышла. А вот теперь мы уже выпили. И... А сколько сейчас времени, ты не знаешь? 21 сентября. Короче, 9... А не, 20 сентября. 20 сентября? Ну, короче, скоро 9. Скоро 9 часов вечера. Нам куда, направо? Все, хорошо. А старт... Нет, стой, дай руку через дорогу. Вот, все, я сижу за ребенком, если что. Если вдруг мама... Ну, а куда сюда? Нет, это чего? О, господи, какой непослушный ребенок. О, как... Ой. Ну, вот, и, короче, к чему я? А, ну да, я резко вышла, решили ему выпить. При этом все, он сейчас практически 9, да, я сейчас сказала. Или 10, или 9. Ну, короче, здесь на 2 часа вперед, чем в Москве. Не беги, пожалуйста, так вперед. Ребенок уже быстрее меня. Вот. И мы, короче, успеваем в КБ купить бутылку вина, потому что одно мы уже в компании такой достаточно большой выпили. Я где-то кружки 3-4, наверное, выпила. Вот. Да и быстрее, быстрее. И мы идем покупать новое. Зато так на улице, знаете, не очень-то холодно. Могу спокойно идти снимать, перчатки не нужны и кайф. Но самый прикол, что сейчас часов 9-10 вечера, к чему я это говорю, все. Извините, что у меня так мысли путаются, я немножечко подшофею. Прикол в том, что в 3.30 ночи мы уже выезжаем к родю. И мне нужно будет, естественно, до этого накраситься, провести себя в порядок. А я такая сейчас, я ху, кути. Ну, в принципе, я, почему нет? Могу себе позволить. Правильно же? Правильно. Все, ладно, мы в КБ. Реально, побежим быстрее, чтобы быстрее вернуться и все сделать. Маленька, пошли, пожалуйста. Сама, с тобой. Чего-чего? Ну, ты сама снимаешь, видишь? Ну, да. Ну, вот мы с тобой идем. Не надо вот это. Почему? Какая она капризная. А я не люблю, когда меня зовут? Ладно, тогда иди рядышком. Ой. Вижу, белый цвет, белый цвет. Вижу, вижу. Супер. Ну, короче, мы практически дошли. Вот, красный, но там белый. КБ. А каких ты еще блогеров смотришь? Сейчас, Хайман. Хайман? Хайман. А что он снимает? Он снимает этот видос. Еще Вики Шоу. Ага. И Марков Плона. Они блогеряются, блогеряются, блогеряются. Но ты смотришь Ладу А4, да? Как я понимаю? Да, вот это ладочная. Вот аудитория Лада А4. Ничего против не имею. Просто как бы факт. Но девочка классная. Все, мы идем в КБ. Собираемся в таком режиме. Все будет супер. Вот, правда, я переживаю, но ничего. Представляете, я купила вот эту мочалочку Родиону. И мама Родиона говорит, что за это могут придраться и плохо относиться потом к Родиону вот из-за того, что мочалка вот такая. Бить будут? А ты из чего взяла? Какие? Смотрела фильмы. Вы представили? Я даже не подумала. Оранжевая просто мочалка с желтыми и вот такими, типа, кораллами на кусочек. Май, розовый! Да ты даже, господи, ну, что за... В каком пиздеце он находится? Вот, ну, на самом деле, мне пиздец обидел. Ну, то есть просто, просто мочалка оранжевая. Я, конечно, возьму ее все равно с собой на наше свидание, он попользуется, но ему сейчас придется искать другую, которая останется у него. Просто потому, что за это его могут предочередить. Вы представляете? Типа, что за хуйня? Вот, ребенок даже говорит, бить будут его за это. За мочалочку вот такую. А вас, вы за шмот поясняли за мочалку? Вот за такую. Это ужас, ребят. Мне очень жаль, что... Ну, это пиздец, такому не должно... Почему? Вроде бы садят обычных людей, а там они себе придумывают вот такую хуйню. То есть и так вроде бы тяжело, ты сидишь в тюрьме. Зачем придумать еще правила, когда за такую мочалочку тебя будут пиздить? Типа, что? Я не понимаю, вы усложняете жизнь и себе, и своим родственникам? Ладно, я сейчас буду очень злиться, поэтому вырубаем, собираемся дальше. Что? Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Спасибо. Ребят, реально, где вы еще такое услышите? Я лицо не снимаю. Как ты режешь, хочу снять. Зачем? Можно? Нельзя. Нельзя? Нельзя. Ну, пожалуйста, ну вот так. Зачем? Ну, пожалуйста. Смотри, зато ты себя увидишь во влоге и без лица, если что. Вот девочка помогает, такая хорошая. А с лицом надо? Нет. Ага, значит, пропиаримся. Ну давай, я-то только за. Знаете, какая милая малышка. Одноклассникам покажешь? Да. Да. На ее месте могли быть вы. Но у вас не получилось. А вот Малико сидит. Не получилось. Подожди, у тебя что-то двойной пакет, как-то второй пакет ушел куда-то. Давай еще один пакет. Пошел погулять. Этому фантику больше не наливать. Милена, на. Вот, все. Давай еще один сделаем, Милен. Давайте. Второй пакет раскладывай. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо, держи. Все, там, да. Дядь, у тебя у нас две дочки? Да, один. Сир и две дочки. Теперь у меня две дочки и один с ним, да. Все, да, с кофе? Все, с кофе давай завязывай. Вот такой кофеек. Так, нормальный кофе. Мама сразу волнуется. Мягкий, да? Да. Такой маленький, гладенький. Такой сладенький. Вот такой. Сейчас мамка нам пиды даст, да? Да. Сними маму. Все следит серьезно. Мама вчера отморозила лапки на холоде. А мы позавчера только кота нашли. На улице? Да. Он три дня на улице лежал. Мы его искали три дня. Он вообще был там. Это ваш кот? Это наш кот. Он тут дня на улице лежал. Он жив все хорошо? Да. У него лапы прям холодные были. Капец. Вам звонят. Один, Рифовна. Как хвостиком виляет. Пиди-диди. Два пятьдесят один. Здравствуйте. 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 Это было тяжело встать. Я не люблю спать. Особенно учитывая того, что мы пили. Черный? Черный. Но я не сдаюсь. Кушаю вкусняшки. Сейчас поем, накрашусь и поедем. Короче, время 3.31. Я такая помясенькая мне уже поделилась. Пила только тон и брови. Но тон, пудру и брови. И все. Вот сейчас дороги нужно будет доделывать. Я вообще не так хочу спать. Я максимально старалась быстро, но не получилось. Вот все, что получилось из того, что я делала прям быстро-быстро. И нам уже нужно ехать, потому что иначе мы опоздаем. Поэтому выезжаем. Водка трэш. Видос снимаю. Время 5.40. Потом подоспели. А это все, кто приехал? Да. В сорсинка людей уже приехал в 5.40. Просто. И только открывается зона. Вот такие пироги. Какая слеза. Ух, ручная водочка. Какая слеза. Господи. Это просто ерунда. Какая слеза, кстати. Я вам уже два раз рассказывала. Снега. Просто жесть. Короче, водка. Качели. Вот два водка, чтобы выжимать. Вот такая. Просто жесть. Сейчас, короче, все. Мы записались. Вы представляете, я на свидание записана. Шестая. 5.40 утра. В день открывается зона. И вот эти все люди уже записались. Поскольку они приехали, хрен знает. И я шестая. Вы что, охренели? Короче, еще ждать открытия. Потом ждать запуска. И вот это все, короче. Отойден, умолкнем. Семь часов только в шесть. Смузей. Кипероги. Все, я в машине. Очень холодно. Чтобы вы понимали, шесть утра. А здесь только на лошади катаются. В зонах. Медная лошадка. Посмотрите, какая красотка. Песни все здесь. Сказали, нельзя погладить, кусается. Поэтому только так. Да? Нельзя тебя погладить. Ладно. Давайте собаку попробуем. Иди сюда. Ты добрый. Ой, ты добрый. Ой, какой добрый. Ой, какой добрый. Все, я только взял руку, откусил. Да? Дашь лапку? Дай лапку. Не умеешь ты. Ой, какой пёс милый. Какой милый пёс. Ой, привет. А я не тебя... Ой, господи. О, боже мой. У меня напали псы. Привет. Вы все... Вы что такие добрые? Они, наверное, хотят кушать, да? Уйти какой. Ой, ой. Приветики. Ой, ой, какие псы. Смотрите. Псы. Ой, меня все отговали. Пёсики, какие вы милые. Ой. Чего? Чего? Как делишки у вас? Вы не замёрзли. Лапки у вас не замёрзли. В общем, только вышла с зоны, вот, которая за моей спиной. Смотрите, как это пёсик. Привет. Привет, пёсик. И, короче, это непередаваемое ощущение. И грустно, очень уж наплакалась. И классно провели время. Сейчас, когда еду, у меня просто есть сети. Я даже не могу понять, какая машина за мной приехала. Всё поподробнее расскажу. И отдельный ролик запишу. Очень холодно, поэтому сейчас я заберусь до Раевки. И мы с вами свяжемся. Что, Артёмом пахнет, да? Дай риск. Родион, пахнет. И риск. В общем, мы приехали отмечать, грубо говоря, и Новый год задним числом. И на встречу с Родионом Ринато приехал снова. И снова пьём наш любимый шампусик. Надо... Короче, допивай... Допивай шампусик. Он уже закончился. А это значит, что самогонка меня уже подмигивает. А если вы не знаете, что сделала со мной самогонка в прошлый раз, здесь же, то вы не читайте мой телеграм. И если так, то смело где-то здесь будет, подписывайтесь прямо сейчас. Потому что только там в самую топовую историю. Давай! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 если смотришь она меня смотрит в тот момент когда у меня были еще оранжевые волосы представлять все приехал на такси увидимся в аэропорту приехала в аэропорт уже такой родной и любимой столько воспоминаний с этим местом и сейчас полетим в москву а я с похмелья ребятки болей немножечко но кстати не так плохо в прошлый раз потому что мы вовремя ушли и не так много и самогона выпила поэтому в целом терпи может можно вот я все кладите уже прошла регистрацию быстренько такой трасса получилось сейчас покушаю и побегу уже наверх и буду ждать самолета там на самом деле ребят я очень радостная очень счастливая и я обязательно сниму отдельный ролик где расскажу прям подробно как и что происходило что мы делали как нас запускали как кормили и вот это вот все максимально так что можете писать вопросы в комментариях либо в моем телеграм-канале там специальный пост создала для обсуждения чтобы вам хотелось услышать конкретно о кдс от меня чтобы я ничего не забыла и все тезисы обязательно озвучила поэтому скоро ждите вот такая паста с грибами и сыром я обожаю подобные пасты это просто восхитительно взяла кофеек это посадки вот номер один хотя здесь впервые ты его красивый зайчик сижу отдыхаю красота я снова не у окна ну ладно я села на место хотелось бы тут какой дай такой дали уже третий раз я еду и не у окошка обидно и даже не предлагают за деньги так поэтому не поснимать красивенько что там в окне обычно люди такие дамы и не упущаясь когда че-то снимаешь итак мы летели все стоят ждут багаж а мне надо его ждать могу спокойненько идти на улицу заказывать такси и проверять кошек что они там нормально ли вообще осталось ли еда вот как раз таки вам покажу и откроем подарочек и подпишите мне там интересно что там я устала на поспала кстати правда было очень дико неудобно я постоянно завалилась туда-туда выкатиться не на что было вот я очень уставшая прям вообще без сил очень хочу домой но все равно мне сегодня много дел я не знаю как я совсем этим справлюсь вообще сейчас при этом угодно опять таки остатки дел можно заканчивать что-то доделывать работу делать оси вообще нет хочется уже просто лечь все или кардиона обратно блин такого классно ребят просто все мне очень тяжело смотрится в такой рюкзак поэтому встретимся уже дома в общем приехала я домой у них еще осталось нормально так еды и воды и в целом туалеты даже не сильно вонять я удивлена вообще вот и теперь я точно знаю сколько на 6 дней нужно им всего насыпать чтобы даже было с остатком кошки живы здоровы да ряночка уже лезть мой пакет с едой я сейчас буду кушать и наверное заключительное что-то для вас сниму и усел ребятки всем привет сегодня 31 декабря и вот эти вот все дни я устанавливалась как-то знаете напитывалась вот хотела прожить это все мне было не до влога потому что меня настолько переполняют эмоции до сих пор и я настолько вот проживаю это все прям вот знаете меня штормит колбасит но по-доброму так по хорошему по приятному поэтому я немножечко затянула с концовка этого влога вот но сегодня 31 декабря уже через пару часов будет новый год поэтому конечно же я бы хотела чтобы этот влог вышел в этом году чтобы вот на такой прекрасный радостный и приятный для меня ночь я как бы закрыла свой контент вот и чтобы такое настроение сохранялось и в будущем году короче я же не показала вам что мне подарила подписчица поэтому давайте посмотрим я еще даже ничего не смотрела не доставала во-первых тут вот такой beauty book gift set тканевая маска для лица расслабляющая морская соль для ванн и тканевая маска для лица алоэ вера очень классно представляете какой наборчик я это очень сильно люблю прям все что здесь есть поэтому это супер едем дальше здесь у нас вот такая коробочка с зайчиком здесь написано happy new year яме так и здесь у нас я так понимаю носочки блин так мило давайте посмотрим какие-нибудь достанем да тут очень милые носочки блин кстати я люблю всякие такие цветные няшные и как будто бы детские носочки особенно дома в них ходить это как из пижамы сразу ощущается как-то по-домашнему такой особый комфортный вайб приятный классный как всегда у меня кошки тут туалет когда я снимаю ролик дарил . так хорошо милые носочки спасибо следующее что достаю это гирлянда лет какая-то занавеска прикольно если это типа как дождик то я повешено окно потому что я куда-то растеряла все свои гирлянды и обычно у меня дома всегда висят гирлянды независимо от того новый год сейчас день рождения мое лет вообще на дворе и либо еще что-нибудь потому что я люблю вот этот вайб как и не он знаете чтобы вечером всегда была особая атмосфера в квартире мне прям нравится ну плюс они кстати не так много энергии живут как обычные лампы поэтому вот такие пироги спасибо большое я такой люблю всякие светяшки это вообще ко мне и не последнее здесь еще две жевачки love is я их тоже очень сильно люблю это прям мило и тут футболка с том и джерри да смотрите какая классная футболочка такая яркая просто то спасибо большое вы представляете подписчица со мной связалась которая живет в уфе она подъехала к месту куда я подъезжала когда ехала израевки и передала вот эти вещи с удовольствием буду всем пользоваться здесь реально вот мэйч полный все мне нужно носочки я люблю гирлянды класс масочки вообще соль для ванны футболка полный набор мне очень приятно спасибо за такой подарок вот такой у нас был анпакинг анбоксинг и завершить это видео я бы хотела таким каким-то спонтанным поздравлением непродуманным но зато от души ребятки я хочу чтобы в 2023 году все у вас всех было замечательно главное любите дарите добру и любовь и все будет прекрасно ведь это самое важное и то ради чего мы все здесь собрались и живем излучайте любовь излучайте позитив и пусть у вас у всех еще раз будет все замечательно добивайтесь новых высот зарабатывайте больше денег будьте более веселыми более позитивными более красивыми и пускай вы обретете все то о чем так давно хотели до 2023 возможно в каком-то плане тоже не будет самым легким и прекрасным годом но все в наших руках и свою реальность мы создаем здесь и сейчас поэтому взяли ноги в руки и начинаем создавать то что по крайней мере мы можем в данный момент для себя самое лучшее сделать ведь кто если не мы правильно поэтому конечно же я еще желаю вам здоровья потому что она очень важная и без здоровья ты никуда не пойдешь и его не купишь поэтому берегите его следите за ним ходите там на всякие чекапы и так далее здесь могла быть классная интеграция но нет не сегодня вот просто действительно важно следить за здоровьем конечно же я желаю вам всем чистой безграничной долгой самой классной любви в первую очередь к себе затем уже и ваш партнер потянется обязательно ну конечно если вы чувствуете в этом необходимости вам этого очень хочется также я конечно желаю чтобы рядом с вами всегда были только самые близкие самые классные и приятные вам люди чтобы вас никогда не подавали чтобы вы никого не подавали не обижали чтобы все было взаимно и максимально ресурсно в новом 2023 году я обожаю цифру 23 вы все это знаете и мне кажется что я должна в этом году прямо ну вот как-то стрельнуть что-то сделать явно не остаться незамеченной поэтому я планирую и бошить прям работать работать и работать еще раз работать и поэтому я в том же духе а может даже и пуще прежнего планирую вас радовать развлекать и отвлекать от какой-то суеты от негатива и от всяких неприятных событий которые могут происходить чтобы хотя бы здесь на моем канале вы находили вот какой-то островок спокойствия комфортности и того что вам нравится и что вам приносит восторг и удовольствие я надеюсь что это так если вы сейчас смотрите этот ролик можете написать в комментарии поэтому ребятки всех с наступающим 2023 годом этот год был не сказать что простой да много всего произошло но нельзя сказать что и не было чего-то хорошего потому что хорошее нужно всегда искать и его всегда можно найти главное захотеть и желательно видеть во всем только хорошее иначе можно свихнуться и погрязнуть в депрессии и в серых буднях поэтому давайте мы такими не будем и как бы сложно ни было постараемся войти с улыбкой и с прекрасным настроением в новый наступающий год я вас всех очень сильно люблю спасибо что вы остаетесь со мной и безумно ценю правду мне очень приятно что у меня такая классная самое главное разумная осознанная и невероятно веселая аудитория вот прям как я на какая еще аудитория может быть такой девчонки как я правильно правильно поэтому вы самые лучшие знаете это если вы вдруг до сих пор все еще не подписаны то эта ошибка которую в этом году срочно нужно исправлять иначе следующем вас ждет 33 несчастья я это говорю первый последний раз потом не жалуетесь поставьте большой пальчик вверх этому ролику пожалуйста для меня это очень важно для развития контента если вам нравится то помогите это быстро и бесплатно а также пишите в комментариях свои поздравления и итог чем вам запомнился новый год точнее вот этот вот прошедший да что было хорошего давайте только хорошим плохого и так вокруг очень много и все об этом говорят и зачем еще туда направлять энергию ведь куда я направляешь туда на и течет это нам не нужно давайте фокусироваться и как-то концентрироваться только на приятном позитивном хорошем и классном вот и я как бы хочу эту мысль нести и в следующем году потому что это действительно как-то исцеляет помогает и помогает выдерживать все происходящее не важно в мире либо у вас конкретно в каких-то личных трапах и так далее ищите опору в себе а не в чем-то внешнем и тогда все будет замечательно все ребятки до скорых встреч в следующем году уже завтра он поэтому я надолго от вас никуда не выйду буду радовать вас контентом еще раз обнимаю целую желаю всего самого-самого прекрасного и до скорых встреч пока пока короче ребят я сижу сейчас монтирую этот видос и позвонила по зоне телеком родион и он хочет вам тоже такой как бы весточку оставить давай ребята всех с наступающим новым годом или уже наступившим новым годом всем счастья здоровья занимайтесь своим любимым делом любите своих близких и родных всех с новым годом всех с новым годом пока пока там